Здравствуйте! Меня зовут Карина Баратова. В эфире тележурнал «Соотечественники» на телеканале «Большая Азия». Русскоязычная диаспора в мире – одна из самых многочисленных. По разным данным, за пределами России проживает от 25 до 30 миллионов людей, соотносящих себя с русской культурой и русским языком. Как живут наши соотечественники за рубежом? Чем занимаются? Как ведут бизнес? Стремятся ли сохранить русскую культурную и языковую идентичность? Обо всем этом расскажет наш тележурнал. Сегодня в программе «Экспертное мнение». Спикеры об актуальном. Как соотечественники помогают в построении бизнес-диалога между Россией и зарубежными странами? Как стать своим на китайском рынке? В сюжете про российскую предпринимательницу в Пекине. Как Москва помогает своим соотечественникам? В интервью к главы Московского дома соотечественника Владимира Лебедева. Вести из далекой Австралии в репортаже телеканала «Рус Ток». Мир глазами блогеров. Жизнь наших за рубежом. Спикеры нашего телеканала не раз обсуждали тему соотечественников. Они говорили о самых разных аспектах их жизни за рубежом, а также о проблемах взаимодействия русскоязычных общин в мире. Что же думают наши эксперты? Давайте посмотрим. Мы постоянно используем возможность общения с российскими соотечественниками, когда бываем в зарубежных командировках. И для нас это важнейший элемент международной деятельности правительства Москвы. Я горжусь тем, что Москва первая, которая заявила о необходимости работы с соотечественниками. Мы первые приняли в России закон о сотрудничестве, о помощи соотечественникам. Соотечественники – это очень большая и такая многослойная тема. Работа с соотечественниками стала у нас одним из приоритетов. 25-30 миллионов по приблизительным подсчетам тех наших соотечественников, которые проживают за рубежом, это действительно большой класс наших людей, которые сохранили культуру, язык. И у нас есть прекрасный проект «Русский уголок» по продвижению русского языка, литературы, изучение посредством мультимедийных пособий. И вот такие русские уголки у нас есть запрос уже из 25 стран. Наших соотечественников, Китая, много. Они все ведут, как правило, активный образ жизни. Они заинтересованы и вовлечены в улучшение взаимоотношений, прежде всего, в налаживание бизнес-процессов. Мы сотрудничаем и с федеральными органами власти, и с московскими, в данном случае, органами поддержки соотечественников, и с российским посольством, и с консульствами на местах. Да, поддерживают, реально поддерживают. И организационно, например, приводят сюда какие-то коллективы художественные. Возьмите выступление хора турецкого в Берлине, в Братенбургских хород, более миллиона. Там же пришли не только русские люди, там пришли и немцы были. Все по-разному воспринимают эмиграцию, но приходит тот момент, наверное, может быть, не сразу. У кого-то как. Кто сразу пытается внедриться в русскую комьюнити. Кто на каком-то другом этапе. Но интерес есть. Мы гордимся то, что у нас есть, тем достоянием и теми возможностями. И это, наверное, то, что движет людей объединяться и делать какие-то совместные русскоязычные проекты. Как институты гражданского общества могут помочь формированию атмосферы бизнес-доверия? Этот и другие вопросы обсудили эксперты на сессии Петербургского экономического форума «Народная дипломатия. От доверия людей к доверию экономик». Спикеры подчеркнули, что именно доверие друг другу – это тот инструмент, который способствует развитию международных экономических связей. Особую роль в построении бизнес-диалога между Россией и другими государствами играют наши соотечественники за рубежом. Подробнее в репортаже Лиза Левского. Как перейти от доверия людей к доверию экономик и как этому могут поспособствовать институты гражданского общества? Эти вопросы обсудили на сессии Петербургского международного экономического форума «Народная дипломатия», одним из ключевых участников которой выступил председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов. По мнению приглашенных экспертов, для начала нужно восстановить интеграционные связи между государствами, больше внимания уделить общим экономикам стран. «Сменить вектор на том, чтобы фондироваться в районе азиатских банков. Там еще большая избыточная ликвидность, там много денег. Конечно, это надо заново отстраивать работу, нужно приучать друг к другу. Тем не менее, перспективы, по-моему, очень хорошие и можно говорить о очень серьезных объемах инвестиций. Тем более, что я вот за недолгое время работал в этом банке, убедился в неправоте утверждения дефицит проектов. Нету дефицита проектов». Спекеры отметили, что общность взглядов на достижения культуры, науки и стремления к миру закладывают наилучшую основу для стратегической экономической интеграции. И что в России уже есть мощные организации народной дипломатии, например, общество дружбы. Немаловажную роль в построении бизнес-диалога и общении между активными гражданами всего мира играют россияне, работающие за рубежом. «Мы делаем две программы. Это спортивные игры соотечественников, которые проходят в ежегодном режиме. То есть отбор детей, проведение соревнований, это делают наши представители. И второе – это «Здравствуй, Россия!» – это такая замечательная программа, в рамках которой мы уже несколько лет привозим детей соотечественников, именно детей с 14 до 18 лет. Сюда это и лагеря, это и просто знакомство с Россией, поэтому это, я считаю, очень такая важная программа». «Спорт – это тоже бизнес, а любой бизнес – это широкое экономическое поле для работы, уверены эксперты. Именно экономическое доверие, по их словам, должно быть движущей силой в бизнес-диалогах». «Для сотрудничества в экономике очень важно доверие, очень важно понимание со всех сторон этого процесса. А экономика – это, в общем-то, самый простой механизм доверия. Потому что, когда бизнес встречается, мы обсуждаем какие-то работы, сотрудничество, контракты, зарабатывание денег для наших стран». Представители русскоязычной диаспоры за рубежом открывают магазины, отели, кафе, создают компании. О том, как стать успешным предпринимателем, например, на китайском рынке, расскажет Елена Щербинина, генеральный директор пекинской компании «Алейка». Елена Щербинина – наш соотечественник, предприниматель из Алтайского края. Около 10 лет она работает на китайском рынке, занимается торговлей российскими продуктами питания. Когда Елена впервые приехала в Китай, то была абсолютно уверена в успехе. «Когда я сюда приехала, у меня были ровно те же заблуждения, что большинство людей. Здесь полтора миллиарда населения, сейчас мы быстренько, на два хлопка все продадим. На самом деле все не так легко и просто». Китайский рынок, о котором мечтают тысячи предпринимателей по всему миру, и который они считают самым большим и самым дешевым в мире. «В Китае же нет ничего дешевого, это такой миф. Соответственно, люди просто фиксируют убытки и выходят. И так делают практически все российские компании, которые здесь до сих пор были представлены. Я имею в виду, конечно, продукт питания». У Елены был момент, когда она собиралась покинуть китайский рынок. «В какой-то момент у меня возник комплекс неполноценности, потому что спустя два года поняла, что я что-то как-то не очень умный человек, потому что у меня ничего не получается». Но анализируя ситуацию, Елена поняла – можно выиграть, продавая свои товары в нише дорогих экологически чистых продуктов питания. В последнее время спрос на них резко увеличился. Это решение и принесло ей успех. Китайцы очень, так сказать, любят рассказать про то, как они любят здоровую пищу. Китайцы подходят на выставки и говорят, «А что, собственно, они у вас экологичные-то? У нас тоже экологичные. Друзья, у нас рыба плавает добровольно, размножается и растет в водоемах. У нас в 10 раз меньше людей, в 10 раз больше территории. Конечно, у нас чище». Когда Елена только заходила на китайский рынок с российскими экологически чистыми продуктами питания, необходимо было их сертифицировать. «Оправляем сертификационный орган в китайский, все наши хлопья, макароны, муку, все-все-все. А вопрос от китайского сертификационного органа, скажите нам честно, какой краситель вы положили в макароны?» «Никакого не положили». Они говорят, «Нет, это у вас написано так. А что вы туда положили?» Я говорю, «Знаете что, ну если вы найдете, ну тогда вы на мне сертифицируете, это ваше дело». Ну, конечно, они ничего не смогли найти. Как потом поняла Елена, у китайских чиновников вызвал подозрение естественный желтоватый цвет макарон. Дело в том, что сами китайцы добиваются такого цвета с помощью химии. «Когда они делают своим, они делают другим способом, им приходится добавлять желтую краску для того, чтобы получить такого цвета макарон». Само собой, экологически чистые продукты стоят намного дороже. Но дело в том, что в последние годы в Китае стало модным покупать дорогие вещи. Предметы искусства, драгоценности, появился средний класс. Он может себе позволить элитные товары. «Вот я наблюдала, как китайские люди ходят в очень дорогие магазины, и они просто собирают все с полок иностранное, вот перед праздником, для своих родственников, знакомых и так далее. И они собираются это есть. Они это потом разложат по сумкам и просто подарят. Это престижно, да, подарить какой-то иностранный продукт». Например, в пересчете с юаней на наши деньги, двухкилограммовый пакет экологически чистой муки стоит значительно больше 300 рублей. Это в несколько раз дороже, чем мука местного производства, которую обычно покупают китайцы. «Понимаете, наши товары, они продаются как сувенир». Китайская кухня – одна из самых изысканных в мире, и они прекрасно разбираются во вкусах продуктов. Чувствуют то, что европейцы, например, не замечают. «Они звонят мне и говорят, слушайте, у вашей муки какой-то странный запах». Я говорю, какой может быть запах у муки? Потому что там нет ничего, кроме серна. Они звонят через 10 минут и говорят, вы все поняли. Это запах натуральной муки. Конечно, Елена могла пойти по пути, который выбрали многие предприниматели. Например, удешевить свою продукцию, используя в производстве ГМО – генно-модифицированные организмы. Это для нас смерть просто. Нельзя российским продуктом быть ГМО. Мы не конкурентоспособны по цене вообще практически нигде в мире. Это надо говорить честно. И мы можем позиционироваться только как чистый продукт. Если мы вводим у себя ГМО все, мы теряем эту единственную способность, преподнести наш товар, возможность как-то объяснить, почему у нас дорого. И мы можем это объяснить только тем, что у нас на самом деле экологичный продукт. Но если со вкусами и потребностями покупателей удалось со временем разобраться, то со своими китайскими коллегами-предпринимателями найти общий язык долго не получалось. Абсолютно невозможно здесь жить без доверия. Потому что в Китае люди для них чехаракири сделать, чем бумажку подписать. То есть у нас, мы подписали, все работаем, основываемся на том, что там написаны инструкции действия. И практически весь мир так работает, но не Китай. Они говорят, а зачем это надо? Мы же договорились, зачем? Им очень трудно что-то подписать. Немало российских частных компаний добились успеха на китайском рынке. Но сегодня становится все более очевидным. Им нужна помощь. Нужна мощная поддержка российских государственных лоббистских структур. Ты можешь стоять сколько угодно один на выставке. Да, конечно, ты интересен, наверное, кому-то. Но когда ты приходишь, представить остальное совсем другое отношение. Если поддерживает наше государство российское, конечно, безусловно, к нам уровень доверия выше, к нашим продуктам. По расчетам и российских, и китайских властей, к 2020 году наши страны намерены достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов. Но это возможно только в том случае, если у российских предпринимателей будет надежный тыл, поддержка своего правительства и полное взаимопонимание между властью в России и бизнесом наших соотечественников, которые работают в Китае. Соотечественники за рубежом – актуальная тема для современной России. Москва – это единственный регион страны, у которого есть собственный закон о поддержке российских соотечественников за границей. Московский дом соотечественника работает с русскоязычными диаспорами напрямую по целому ряду направлений. Об актуальных проектах и планах на будущее нашей программе рассказал директор Московского дома соотечественника Владимир Лебедев. Расскажите о Московском доме чуть поподробнее. Что это за организация? Что она из себя представляет? Это единственное в Российской Федерации государственное учреждение, субъекта Федерации, которое непосредственно занимается вопросами работы с соотечественниками за рубежом. У Москвы есть специальный закон о поддержке соотечественников органами исполнительной власти города Москвы. Тоже единственный субъект Федерации, у которого это есть. И для реализации вот этих функций исполнительной власти города Москвы есть несколько организаций. Есть, конечно, основной, профильный, это департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, который возглавляется министром правительства Москвы Сергеем Евгеньевичем Череминым. И есть несколько подведомственных организаций. Вот целевое направление по работе с соотечественниками – это Московский дом соотечественников. Высокопрофессиональное подразделение, которое занимается, ну, во-первых, поддержанием связи с организациями соотечественников. У нас сейчас связи практически со 180 организациями соотечественников самых разных странах мира, более 47 стран. И я хочу отметить, что вот эта работа, она для правительства Москвы имеет чисто практическую ценность. Потому что, ну, конечно, не все может делать на повседневной основе органы исполнительной власти. А специализированные учреждения, они и готовят решения, и продвигают, и поддерживают конкретную повседневную связь. Помимо, хочу сразу сказать, что помимо Московского дома соотечественников есть еще очень интересный и такой уже получивший широкую известность такой московский еще, это Государственное бюджетное учреждение культуры, Дом русского зарубежья, на базе которого в этом году открылся, и вот уже официальное открытие состоится осенью, открывается Музей русского зарубежья. Это серьезный, очень такой гуманитарный проект, направленный на собирание наследия русского зарубежья в Москве, в специализированном учреждении, в этой библиотеке, и культурный центр, и научное учреждение. То есть вот это наши партнеры, да? И есть еще одно при Департаменте внешнеэкономических и международных связей, это есть еще одно учреждение, это государственное унитарное предприятие, Московский центр международного сотрудничества, которое занимается, ну, скажем так, логистической стороной всех тех мероприятий, которые, скажем, ну, большинства тех мероприятий, которые проводит и департамент, и наш Дом соотечественника. Вот это целая система органов и служб, которые в Москве работают по этому направлению. Наши соотечественники по всему миру, вне зависимости от страны проживания, всегда стремятся к сохранению и распространению русского языка и православной культуры. В Сиднее прошла встреча посла России в Австралии Григория Логвинова с мэром района Блэктаун Стивеном Бали. На встрече был рассмотрен вопрос о строительстве нового православного храма Московской Патриархии. Подробнее в репортаже русскоязычного телеканала в Австралии «Русс Ток». Посол Российской Федерации в Австралии Григорий Семенович Логвинов встретился с мэром Блэктауна Стивеном Бали и его помощником Питером Филмером. На встречу присутствовал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Московского Патриархата священник Самуил Вишневский. В ходе встречи мэр Блэктауна рассказал о планах развития района и его перспективах. Официальная встреча стала подведением итогов плана строительства нового храма в Блэктауне. Григорий Семенович со своей стороны выделил значимость православия среди русского населения и поддержал необходимое строительство нового храма в Сиднейском Блэктауне. Я действительно очень ценю, что вы позитивно настроены по поводу строительства русской православной церкви здесь. Обратите внимание на дизайн. Это стопроцентно подлинный старинный русский стиль. Деревянный, сделанный из бревен. Это очень похоже на постройки предыдущих столетий. Отец Самуил Вишневский представил планы будущей постройки и рассказал о материалах, которые будут использоваться. Приход в Сиднейском районе Блэктауна был основан в конце 80-х годов. Люди приезжают сюда иногда за 40 километров от своего дома, чтобы помолиться и причаститься за божественной литургией. 14 октября этого года, в День Покрова Пресвятой Богородицы, будет праздноваться его 29-летняя годовщина. Как рассказал его настоятель, отец Самуил Вишневский, постройка нового храма – это новая страница нашей истории, которая даст приходу возможность в полной мере свидетельствовать о православии, красоте и богатстве русской духовной традиции, всем, кто останется под его сводами. В заключении встречи мэр Блэктауна Стивен Балли заявил о готовности совместной работы. Мы можем сыграть определенную роль в восстановлении более тесных отношений с Россией. Это будет отличный аспект, как только они будут достигнуты. Все присутствующие согласились, что сегодняшняя двухсторонняя встреча будет являться началом осуществления плана строительства православного храма в Блэктауне. Жизнь за рубежом – это незаурядный опыт. Как наши соотечественники за границей устраивают быт, где работают, как отдыхают и чем готовы поделиться с нами. Обо всем этом узнаем из нашей рубрики «Благосфера». Здорово! Всем привет! Всем доброе утро! Всем привет! А в Токио сегодня природный катаклизм. Всем привет! Всем доброго времени суток из Тбилиси, а конкретнее с Блашиного рынка. Абудаби, 10 часов утра, и у нас впервые за 10 месяцев наконец-то пошел дождь. Если вы живете за рубежом, снимаете видео о жизни российских соотечественников и хотите, чтобы мы показали ваш блог в нашем тележурнале, присылайте свои материалы на наш электронный адрес info.sobakabekasia.ru. Лучшие ролики будут показаны в программе «Соотечественники» и на сайте «Большая Азия». Всем привет, ребятки! Привет! Вы на канале «Соотечественники» и с вами «Замерзшая Доминикана». Начинается наш выпуск за день до подъема. В общем, зашли в магазин, берем просто кучу всего. На два дня здесь и бомж-стаканы и консервы. Время 6.50 утра. Как сказали, ребята, еще ни разу не видели столько яиц одновременно варящихся. На 20 дней нам хватит. Сейчас поем не на байке, а на машине, потому что нам приехали Илья и Надя прямо из Бавара. Чего на город собрались? Вы себя видели вообще? Дреши такие. Нам идти 23 километра. Вы не подниметесь. Еще еды с тобой столько взяли, целый автомобиль. Чего, ослики за вас все потачат, что ли? Все, в общем, мы взяли в аренду трех осликов. Вот еще один пришел. То есть два будут везти груз весь наш, и третий запасной, на всякий случай. У одного ослика есть возможность нести 150 либр. Это то есть примерно 70 килограмм один ослик. То есть вешается ему на спину, с левой стороны сумка будет и справа. Все начинается с этого моста. Вот эти таблички. Все, впереди 23 километра и 100 метров. Часа полтора, наверное, идем. А вот сейчас началось адичье какое-то. Очень веселая дорожка, смотрите, какая просто грязища. Очень опасно, можно провалиться из-за садства. Ног уже просто нет. Справедник сил, идем. Я бы лучше до Саманы два раза еще на байке доехал, чем поднялся бы на эту гору еще раз. Прям слышно, как облака мимо пролетают. Вот слушайте. И мы опять снова здесь. В холоде. Вадичье. 4,6 километра идти в таком дождевике. Вот сейчас, представляете, по лесу. И все это вот в таком туманище и в дожде. Просто жесть. Придите в таком дождевике, как же тяжело идти. Вообще капец. Блин, мы это сделали, ребята. Кочень, до этого пика Дуарта сколько там осталось? 4,5. 4,5. Это самый главный лагерь, в котором все останавливаются. Ну как все, только мы, потому что сюда никто не поднимается. Представляете, весь этот амбар в нашем распоряжении. Смотрите, какой тоннель просто. А какие здесь спят обычно? 30 человек. Там в конце мы разожгли огромный камин. Горит костер. Посмотрите, что происходит на заднем фоне меня. Это очень красиво. Нужно было, конечно, раньше встать, чтобы мы там протупили. И чуваки чай не поставили, воду нам под бомж стакана. И мы задержались на час. Но все равно очень красиво. Поднимаешься по дороге, очень клево. Итак, друзья, вы даже не представляете, чего нам это стоило. Мы заходим наверх. Осталось буквально... Ё-моё! У меня все куртки у Лизы остались, очень холодно. Итак, ребята, знакомьтесь. Ду-Арте! Вот он! Мы на самой высокой точке Харибского бассейна. 3100 метров! Ура! Ура! В общем, ребята, вы видели все. От начала до конца. Решать сами подниматься сюда или нет. Но второй раз сюда я даже не пойду. Больше информации о жизни российских соотечественников за рубежом вы можете найти на сайте Большая Азия. Здесь публикуются новости, интервью, фото, видео и другие материалы, посвященные тем, кто, живя за пределами России, не теряет культурной и языковой связи с Родиной. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, читайте наш сайт и будьте в курсе самых интересных событий мира соотечественников. С вами была я, Карина Боратова. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова